ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, ладно, давайте я пока расскажу правила, что здесь будет происходить. Все очень просто. Проект называется «Решалы». Любой человек, кто хочет, тянет руку, выходит, говорит вот так-то, так-то. Любая проблема, мы ее решаем, никаких проблем. Мое лицо не подходит под некоторые кавказские имена. В смысле, говорить не само лицо, а говорить. Мимика твоего лица не подготовлена для произношения кавказских имен. Я Сосо Павляшвили не могу говорить, потому что правильно говорит Сосо. Видите, что с лицом происходит? Сосо. 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 Как будто у тебя такое лицо, как будто ты прямо сейчас делаешь Сосо. А теперь смотрите, как мне удобно говорить. Это тоже хуйня. Сосо. Сосо Павляшвили. Это вообще другой мужик. Это Сосо. А как странно, дядя Сосо. Сосо. Когда я... Сосо Гамарджоба. Гамарджоба. Ганацвала. Сосо. 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 Не-не-не. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Сосо. Сосо. Чуть-чуть дольше протяни его. Типа, чтобы было Сосо. 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 Нормально? Сосо. Сосо. Сосо Павляшвили. Сосо Павляшвили. Решалы. Порешали. Порешали. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Ани. Очень приятно. А нас зовут МИ. Ну, мы с Гурамом первый уровень шуток сразу берем бах говорим. Да, чтоб потом мы тебе смешно пошутили вдвоем. Ани, очень извини. Извини, что это так? Говори. Мы тебя слушаем внимательно. Если Ани, извините. Да. Как он это делает? Да, да, да. Извините. Еще одна от него будет, я вам говорю. Можно, можно, можно. Говорите, пожалуйста. Смотрите, нас четверо. Вау. А, поэтому они, да, они четверо. Господи, до сих пор серьезно. И мы тоже решали. Не. Почти. И что они, они говорят? В общем, то есть в том, что мы снимаем реально новый проект. Родители сказали, если этот проект мой не выслит, то у меня... О, хоть бы не выстрелил. Блин. Гура, давай сделаем доброе дело. Давай этот проект испортим. Да, 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 да. Давай его закроем. Не, подожди. А что за проект? Смотрите, мы создаем клуб по интересам. Называются Резиденты. И у нас скоро будет мероприятие. Давайте позовем. Это какая интересная история. Да, давай. Давайте поаплодируйте, да. Так, поаплодируйте девчонки. Это они. Это они. Это они. Это мы. Всем привет. Это они. Они говорят, что она занимается каким-то там чем-то. Чем-то какая-то тема у нее. Я сейчас расскажу, да. Каким-то, чем-то. И она, короче, такие говорят, типа, эээ, короче, если ты этот, проект не стрелит, мы тебя, мы вас замуж выдадим. Там многоженство. А ты? Да, да, да. А ты как вообще хочешь, чтобы, ну, типа, у тебя получилось или не получилось? Конечно, хочу, чтобы получилось. Замуж выйти? Нет. Ты почему ты не хочешь замуж? Ну, слушайте, я хочу сначала пусть выстрелит. Ну, типа того, да, я модная. Да? А в чем проект? А в чем проект? Сейчас потом готовится. А о чем проект? Смотрите, мы создаем клуб по интересам, который называется Резиденты. И у нас будет презентация проекта 25-го числа. Ёпты. Так а что за проект? Зачем презентация? Я никогда не пойду на презентацию. Мы проводим мастер-классы, зовем интересных спикеров. Мы создаем классное комьюнити, в которое будет проходить... Ну, все, в общем, очень интересно. Нет. В возрасте от 18 до 35. То есть в 36 вы меня не пускаете? Прям паспорт будете проверять? Прям вот вы будете уже паспорт проверять? Молодежь – это до 35 официально. Подожди. Подожди. Я просто не понял. Я не понимаю. Можно? Вы поняли? Объясни. Это же может быть и квинки-пати, и покер вообще. Так мы и будем. Она говорит, я организатор любых мероприятий. Я придумала, я организатор, она говорит. И вот четыре мои еще организаторы. Три. Круто. Видите, их так же четверо, как вас. А почему ты вообще, да, ты прям, ты понимаешь, что это хуйня же, да, или что? Ты почему так? А там просто четвертая подруга вот так делает. Она самая стеснительная просто. Короче, смотри. Бизнес в чем заключается? Вообще вся идея. Вот сформулирую. Я вот тупой сейчас невероятно. Только сейчас. Значит смотри, нас четверо. Вот тогда у нас будет презентация. Пускай она это скажет. Пускай она это скажет. Смотрите, ребят, мы создаем место встречи, где классные, интересные ребята собираются. Но если я не классный. Они знакомятся друг с другом. Но почему не классные нигде не нужны? Я не понимаю. Интересующиеся люди. Скажи, как ты это понимаешь? Смотрите, мы создаем классное, клевое пространство, в котором креативные люди. Нет, скажи по-своему. Вот так мы собираемся? Вот так, вот так, вот так. Ну типа очень просто. В чем суть? Наша проблема сейчас в современном мире какая? Что все общаются онлайне. Это ты на презентации, я правильно понимаю? Ты типа Стив Джобс в этой компании. Нет, а это знаешь по факту что? Это еще выдумка, все видят. Мы делаем презентации. А вам, она же самая старшая среди вас? Ну типа-то. Да, или вы одногодки? Опять да на тебе. А кто бабки? А можно, можно попросить, вот, повызвать ее на сцену? Она прям круче реально расскажет. Нам интересно. Да, давай, давай. За мимо. Но тут прикол. Знаешь в чем? Ты сидишь здесь. Я сижу, сижу. Тут ты сказала, иначе меня убьют. Отдадут в руки. Вы тоже пока готовьтесь уже. Так, привет. Привет, как тебя зовут? Я понял, их проект, знаешь в чем? Садись, все нормально. Нас всех заменить потихоньку. Они сейчас четвером сядут и выстрелимся. Вот их идея. Давайте их посадим и кого-то вызовем. Посмотрите, мы подходим реально. Мы можем так сделать. Ну, я не готов. Я не готов уходить с этого места. Сучки, я вас выживу. Можно, можно. Я не буду. Я не ради этого добирался до отсюда, чтобы все так просто им отдать. Я буду бороться. Блин, на самом деле вы реально замотивировали. Хорошо. Чтобы ты не отдавал место. Ты садишься сюда, они вчетвером решают твою проблему. Да? Делаем. Давай, давай. Да. Одну, одну проблему. Давайте, давайте. Как ты? Расул, это для нашего проекта надо. А я ваш проект в рот ебал, блядь. Мне это не надо. Иди ты на... Расул, мы реально поможем. А что так делать? Не, ну это глупо. Блин, ну женские решалы... Ладно, уже все, уже все. Ладно, блин, ну это очень круто было бы. Так, давайте узнаем. Ладно, все. У нас вышел второй человек, чтобы рассказать. Какой кадр? У нас в компании тоже есть русский человек. Подожди, подожди, подожди. Э, ты что-то слишком... Ты слишком наглая для девчонки, которые меня могут видеть за... Все, ты уходишь, она остается. Давай, все. Чисто до нас. Давай, давай, уходим. Точно, нет, точно. Нет, 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 точно. Домой, замуж. Ну дайте музыку. На кухню замуж звучит. Она... Аккуратнее. Ты понял, Гурам? Гурам, ты понял, что произошло? Они сейчас, чтобы свой бизнес столкнуть, вот эту романтическую историю придумали. Иначе меня съедят тигры. Вот это... И ты приходишь... Если мой проект не выстрелит, родители скормят меня тигром. Поаплодируйте. Прекрасная, невероятная и незнакомка. Эмма. 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 Поаплодируйте Эмме. Вау. А я год. Эмма. Хорош, хорош, хорош. Короче, Ани сказала, как странно, что ты лучше, чем она объяснишь, в чем вообще суть вашей истории. Вы кто вообще такие? Я вас не звал. Я вас не звал. Время одиннадцатый час, почему не дома? Время одиннадцать, вы почему еще не замужем? Эмма, Эмма. Поэтому и не замужем. Все, вы типа бизнес, вы кавказские бизнес-леди, я правильно понял? Ну, мы взяли русского человека, чисто. Ну, всегда в компании, всегда нужен один русский, который, если что, может добазариться. Вот, да. Не, который вот, из-за которого все не получилось. Нет, на самом деле, проект классный, потому что мы будем организовывать живые мероприятия, то есть собираться вживую. Мы берем на себя организацию всего, лекции, мастер-классы, семинары, вечеринки тематические. Людям просто надо приходить, веселиться, ознакомиться, и это будет как закрытый клуб. Так, а как, вот я вот иду, что, вот смотри, вот я, у вас там что-то, и я такой пойду, а что там? Ну, так нет, у нас есть... Классные ребята, классные. Так, а что там? Спикеры, ну, например, это лекции по литературе, лекции по-русскому, это хип-хоп. Короче, давайте путем примеров. Хорошо, первая лекция у нас будет представитель Новиков School, правая рука Новикова и... Он с собой приведет жареная, томленая, охуительная, правая рука Новикова. Я столько рыбы держала! Там в томатном соусе. Собираемся. Блин, а можно серьезно, вот без приколов, сейчас просто объяснить? Давай-давай-давай. Вы придумали себе закрытый клуб, в который, ну, нет никакой мотивации попасть. Он закрытый, потому что он снаружи закрытый. Нет, он не закрытый. Он не закрытый, а почему? Ты только что сказал закрытый клуб, я это слышал. Закрытый в том плане, что люди, которые... В том плане, что вы хотите придать ему пуха, вот этого всего. Типа, мы еб***ь кто, но наполнения вообще нет. Элитарности хотят. Нет, так вот она начала, говорит, вот спикер... Ну... А слушайте... Так а что вы выдумали? В чем наши... А что? Может ты лучше... Может я... Да-да, давай, Дерты выходи. У нас замена. Давайте нашу славяночку выведем. Может она нам попробует объяснить. А то наши эти чёрненькие не понимают... Набирайте, набирайте уже родителям. Они в конце думают. Мы выясним, в чем ваш бизнес. Господи, только женщины могут собраться такие, делаем, делаем, когда не делаем. И пойми, что вообще делают. Так они же... В чем бизнес? Они же вот эти хачи за столом, которые темы... Абсолютно один в один. Один в один. Да, женщины очень организованы по х***е. Я готова! А что делать? Я готова... Я готова ходить по этому острову. Целый час, Артём, с восьми тебя уже жду. Что по острову, вот так, очень организованно, вот так, блять, ходить. Ой, круто. Вот они говорят, я готова, а надо говорить, я готовлю. Ну ладно, давайте уже... Расскажи, как ещё раз, как тебя зовут? А что люди скажут? Не знаю. Так, извини. Что говорить? Даша. Даша, очень приятно. Спасибо, приятно познакомиться. Вероятно, Даша. Так. Даша, в чём бизнес вообще? Объясните уже. Меня взяли в эту команду, чтобы я быстрее помогала сдавать квартиры, потому что они... Что? Армянки. Где там, как квартиры? Вы что, просто салоны открываете или что? Короче, пацаны, всё... Это вот девочки... Нашли 500 рублей. Дети во дворе, которые листочками, и у них... Чё за бизнес уже? Понял, они... Что происходит? Тихо, ему нихуя... Артём, всё... Перепугался. Они нашли 500 рублей, что они просто... Ваааа! Вот так сели, такие, а давай? Завод на это купим. Ну это... Это детский сад, то, что вы придумали. Это не детский сад. Бля, очень элитно. Не, ну ладно. Это одночальная школа. Девчонки, недостаточно, чтобы делать бизнес. Девчонки, недостаточно просто надеть пиджаки и думать... Сначала поймите, в чём бизнес? В чём дело? Вы вот смотрите, мы вызвали уже тебя третью, и вы все три говорите вообще разное. Всё, не-не, я не с ними. Я отдельно этих дам... Я не знаю... Можно я уеду? А у них по характеру она вот так попадает. Девчонки, мы на вашей стороне, на самом деле. Нам нужна помощь. Короче, смотри, вы придумали организацию мероприятий, быть организаторами, но это особо ничего не придумалось. Слушайте, ну подождите, мы решаем проблему. Она состоит в том, что огромное количество людей уезжает, и у многих друзья, они раскиданы, по сути, в ближайших странах, и им необходимо искать новые знакомства. Они стесняются, они не могут прийти на решаву. А, вот, вот! Вот! Господи! А, они просто русские не знали! Они просто... Они просто что делают? Смотри, по факту вы делаете место, куда любой желающий может прийти, познакомиться с кем-то за деньги. По факту ставите кальяны там, да? Нет, нет, нет. Печенье? Нет, вместо кальяна правая рука Новикова там стоит. Нет, это клёвая тема, нет. Слушайте, мы создадим такую атмосферу, при которой людям захочется познакомиться. Мы будем давать разные задания, чтобы... А, всё, команда игра, чтобы была... Ну, это 15-летних детей собирать. Это классно, пацаны, не-не, это вообще, действительно, очень классно. Это классно, это вам надо идею отдать. Это очень классная идея, реально. Назовите это «Чёрткэмп-13» на Мальдиве. Надо назвать. Да, да. У нас нет столько денег пока. Надо... Не плачь, всё нормально будет, не плачь. Нет, всё, это... А почему вы не могли это объяснить так? Да и давай уже, не бери отмазки, трассу придумал. Ну, хорошо, удачи вам. Чем мы могли... Короче, нет, это классная тема. Это классная история. Приходят разные люди, вообще разные-разные люди. И они такие девчонки... Так, мальчики делятся вот туда-туда, все играют, взаимодействуют. Потом они в процессе игры знакомятся друг с другом. Это кружок, в общем. Вы хотите кружок открыть? Ну, отчасти. Ну, вот на бытовом уровне можно и так сказать. А у вас бумажку хотите открыть, правильно? Что ещё раз? Надо, короче, как-то сделать... Соединить, чтобы с детской и кружок. Типа, кружок. Что-то детское, но для взрослых, понимаешь? Да блин, нам почти по тридцать какой детской. Короче, грубо говоря, смотри, ты поймёшь. Можешь прийти сюда и сдать своего мужа. Понял? Поняла? Типа, детский сад. Взрослый сад. Взрослый сад. Даже, даже. Я вам название здесь придумал. Взрослый сад. Не детский сад, а взрослый сад. Сразу понятно, что там будет, это мило. Или я херню... Не-не, нормально. Я вам тоже придумал. Я вам название придумал, спускайтесь. Я сейчас достаточно. Там какать тоже в горшки надо будет. Где воспитатель... Да нет, вас уже знают всю команду. Ну, кроме вашего тёмного генерала. Смотрите, если у вас всё получится, мы придём на это. Я уверен, она самая адекватная, четвёртая, которая не выйдет никогда. Да. Да. А ещё когда говорят нет, нет. Да, все бабки у неё, да? Она касса, да? Можно предложение? А вы к нам придёте хотя бы один раз, да? Конечно, когда придёте. Да, да, да. Я приду. Если это будет называться взрослый... Я только во взрослый сад хожу. Да, во взрослый сад приду. Так. Ну всё, я считаю, хорошо. Мы к вам придём и садитесь. Мы вам придумали концепцию хорошую. Да. Спасибо большое. Как зовут и проблемы? Алексей зовут. У вас сладкие проблемы у всех. Нет, давай без предыстории. Извини, пожалуйста. Я не хочу нарушать. Лёха, Лёха. Сразу, да, проблему. Ты неудачник, что? Пять лет. Что это значит? Это значит развод, жена ушла, ребёнок, элементы, бизнес прогорел. Я банкрот, у меня кредит в миллион рублей. Мы отчислили из университета. А ты что сел или что? В чём? Как так случилось? Серьёзно, неудачник. Ну как объяснить? Ты реально это делаешь? Так может он выйдет и поспрашивает? Да, давай выходи. Да, да. Ты же всё как-то про... Такое как решить? Не, мы не решим. Мы хотя бы поддержим. Всем привет ещё раз. Давайте Алексей. У тебя проблема, да? Ты говоришь, что ты неудачник пять лет. Ещё коротко, что случилось за эти пять лет? Отчислился из университета. В академии Ранхикс учился в Алтайском крае. Так. Женился... Неудачник. Да. Родился ребёнок, жена ушла к другому. Так. Вот. Бизнесом занимался, туристическим. В общем, тоже ничего не вышло со временем. Пришлось банкротиться. Да. Банкротился. Плюс долги, потому что на момент, когда были проблемы, пытался их как-то решать и тоже безуспешно. Так. Вот. Ну, чтобы вам объяснить всем, я вот сейчас без носков и в купальных трусах. Но я купаться, я купаться сегодня не собирался вообще. Я понимаю, я тоже выскакивал в плавках, был вот этот день. Такой, немножко даже загадочный такой. Там у тебя есть вот эти верёвки? Верёвки вот эти, когда с утра так надеваешь, такой уеб. Как вы и даже знать не знаете. А если ты банкрот, у тебя кредиты не списываются и всё хуйня? Если ты официально банкрот? Или это деньги? Я ещё не официально, они списываются, накапливается процент сейчас. А, угу. А банкротиться я буду через месяц официально получать. То есть это будет первая белая полоса, да? Ну, по факту, да? У тебя есть это банкрот? Возможно, но за пять лет как бы. А ты где? А где ты живёшь? Сейчас здесь, в Москве, в Ясенево. Вот здесь? Ну, в квартире? В квартире, да. Снимаю комнату. В комнату? Окей. Жил до этого в Алтайском крае. Окей. А родители где? А родители тоже все в Алтайском крае, здесь никого нет. Ты можешь нахуй в Алтайсе ебаться? Там же дешевле жить будет, наверняка. Ну, чуть. Вот в этом же комнате родители, нет? Можешь приехать у них реально. Вот девушки часто так делают, если у них... Они вот так на парня падают, если парень не поддержал, она дальше может на родителей вот так упасть, вообще плохо. Нет, ну... Просто, ну, мужу приехать вот так, ну, у них, сказать, год, ну, вот такая пизда. Мне кажется, мать всегда с отцом рада, когда с именем. Нет, конечно, они рады, но, то есть, у меня есть проблема. Я вот, честно, не хочу родных как бы напрягать. Братан, ты в плавках. Ёпться. Ты без носок в плавках и ты говоришь, я не хочу на... Кого? Мать? Мать напрягается? Чем ты напрягаешься? Мать всегда рада, не всегда мать с отцом поможет. Ты что, гонишь? В любой... Какой бы... Вот эти... Дети-наркоманы даже их любят, вот эти, которые... А я... Ты что, в любом моменте можешь вернуться домой? Ты что, знаешь, как родители рады? А ты здесь работаешь? Я здесь... Ну, я, получается, в туризме же работаю. Только я не от себя. Сейчас. Да, я помню. Ну, я имею в виду, тебя сильно держат эта работа? Если Алтайский край, там же туризм по Пите даже, чем здесь. Так, я на Алтае туризмом и занимаюсь. Ну, отсюда. Типа, продажа туров по Алтаю. А ты не можешь удаленно оттуда продавать? Заманивать к себе? Я так и делаю, только сейчас здесь. Так езжай туда, ты что? Это сто процентов. Если у тебя еще работа удаленная, блядь. Конечно, перестанешь за комнату платить. Начнешь со своими долгами как-то рассчитываться и так далее. Езжай к родителям, заебался. Сколько тебе лет? Двадцать три. Двадцать три? Двадцать три. Ты что, ебану ты? Езжай к родителям. На, ты уехал от них вообще. Двадцать три ему. Я думал ему тридцать. Ты не должен двадцать три вот с такими глазами потухшими быть, братан. Ты что? Да, да, да. Это пиздец. Двадцать три. Я понимаю. Но много там всякой ерунды. Слушай, ну там вот эта жена ушла. Но это ничего. Знаешь, сколько много женщин, от которых мужья уходят? Как много? Ну ничего. На этом жизнь не заканчивается. Есть много женщин, которые можешь найти. Двадцать три года. У них через два дня. Просто тридцать восемь. Я уже все, я умираю. Либо петля, либо... Нет, нет, нет. Не в этом дело. Тебе двадцать три года. Просто если я вернусь, получается так, что я вернусь туда, откуда приехал сюда. И, возможно, ничего... Да, и заново начнешь. Ничего не получится. Надо что-то поменять. Ну так вот приедь там, вот это... Там и перезагрузишь. Вот завтракать. Начнешь. Мать что-то сделала. Спать в чистой кровати. Плавки снимешь. Отца можно трусы поносить. От носки у него возьмешь. Там чуть посидишь, блины поешь. Чуть сведешь голову. Там уж какая-то раз девчонка, с ней в Алтае познакомились. Она такая... А я везет из Москвы. Ты такой... И все, пошла беда. А тут тоже провал был. Какой провал? Прямо перед тем, как я уехал, ну... Из Алтаи? Познакомился с девушкой, понравилось. Да. Вроде чувства. Она сказала... Да, пошел ты. Да. Ну что, такое бывает? Слушай, такое бывает. Ну, и такое бывает. Я понимаю, это не... Ну, ты такой... Главное понимать, ты такой не один. Знаешь, это в клубе вообще сколько за раз может быть? Пошел на... Так вот дальше. Пошел на... Дальше. Чирик-чирик. Там походил. Приехал, под... И все. Ну, то есть, это не такое бывает. Женщина может шесть лет с мужиком быть. Он ей говорит, пошел на... И у нее через два часа сториз бумеранг с бокалами. Она уже охотительно живет и ей пор... Да, короче, я понимаю. Я понимаю, тебе очень неприятно. Я прям вижу, как тебе хуй... Но... Да, это не то, что... Дело в том, что мне уже неплохо от этого, типа. Ну, я... Нет. Чувак, я не знаю, как ты внутри тебя чувствуешь. Просто... Ну, тут пи***ц тень, ну. Я вообще, как будто тебя с моста снимаю. Вот так у меня. Я такой, эй, чувак, в клавке мне весело. Эй, ушла же там по... Ну. Машина сбила. Ничего. Зато дышишь. Ну, это плодины. Ладно. Не досказал там. А в итоге что? В чем суть? Давайте суть поймем. Что ты пытаешься сам сделать? Я просто сижу... Вообще, да. Ну, все. Ну, во-первых, я уверен, что что-то не договаривается. Ну, не может это... Полоса неудач. Ну, нет. Это дело какое-то в тебе точное. Я уверен. Да, жена ушла. Ну, если бы ты был честен с нами до конца... Я чувствовал блокно. Ушла, потому что я не справился, соответственно. То есть я не смог. С бизнесом ничего не получалось. Работа не получалась. Денег все время не хватало. Ребенок ваш? Ребенок, ну, конечно. Запланированный. Алименты плачешь? Плачу. Хорош. А ты видишь? Она ушла, потому что у него денег нет и алименты с него берет. Нет, мы жили с моими родителями, когда... Только так можно деньги с него взять, понял? По закону. Минимум. Мы жили с родителями... Я знаю. Гурамчик, чего не женишься? А потом говорят, да, п*** узнает. Извините. Не, а ты с ребенком видишь-то? Она в Москве живет? Нет, она в Алтайском крае. Я не... Сколько еще у нас будет, чтобы надо... Да она с Алтайского края снова мужиком переедет и все. Я все равно не... Не, ну, у тебя ребенок там, ну, надо видеться с ребенком. Надо видеться, да. Конечно. Надо в Алтай возвращаться, а тут заниматься турбизнесом. Все, там поднимешься в Алтай. Вот когда такой... Я в этом Алтае уже все делал, у меня уже носки... Кельвин Кляйн трусы. Носки есть, все, уже Джордан. Все равно в плавках будет всегда ходить. Короче, ну, надо вернуться в Алтай к родителям, плюс перекантовать, вот так с отцом вот так пообниматься, вот так в трусах. Отец в апреле умер. Ну, не обнимайся тогда. Ну, мать есть. Мать есть. Вот к матери езжай. Тем более, мать одна получается. Она одна? Или там еще братья и сестры у тебя? Одна? Ну вот, езжай, мать поддержи пока. Я вот на него смотрю, у меня все время в голове одна музыка играет, мелодия. Его такая... Я ездил к шаману, кстати. У тебя такое настроение, да, сейчас? Да нет, обычное, нормальное. Какое у тебя настроение вообще? Ты как настроен на жизнь? Игриво. Игриво? Так покажи это миру. Ты настроен игриво только внутри, а так? Так танцуй. Я много чем занимаюсь, много что пробую, на самом деле. Вот каждый день. Но у меня вообще вопрос единственный был, я съездил к шаману, он сказал, что это проклятие. Ну и что, он помог? Родовое проклятие. Она с глаз снимает. Годовое? Родовое, да. Годовое, ты думаешь? Подписка на ОКО и проклятие у него. От отца родного, у которого ничего не было в жизни, и в общем у меня тоже ничего не будет. Ну если в это не верить, оно не сбывается, знаешь? Не, реально тебе говорю. А ты сам, ты алтайец именно, да? Вообще, да, с алтайского края. Не, ну типа, ну там есть понятие? Ты русский, да? Я русский. А, ты русский. Похож на алтайцев. Ты похож на алтайцев. Слушайте, я знаю, давайте купим ему билет до Алтая, чтобы он там, чтобы деньги не тратил, перекантуется и захочет там заработать, вернется обратно. Ну просто давайте его домой отправим. Москва-Алтайцев. Давай, давай. Просто чтобы с матерью встретился, а там... Да, окей. Вот полетишь домой или мы просто хуйней занимаемся? Нет, 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 серьезно. Отлично, да? У меня была сегодня мысль. Фу, мы это решили. У меня мысль не была сегодня. Кайф, кайф. Молодец. Спасибо тебе. Привет, пожалуйста, представься, как тебя зовут? Светлана. Вау, Светлана, поаплодируйте Светлане. Молодец. Светлана, классный чокер. Давайте мужу поаплодируем и вызовем. Хорош. Хорош, спасибо. Да, дальше же. Что мужу отказывается? Содержать. А ты что, ты жена или содержанка? Я жена. Ну все. Я хочу жить в трехлитровой банке. Как хомяк. А что значит, что он не хочет? Ты работаешь? В смысле, ты не хочешь работать? Смотрите, короче, девочки, вот еще. Вот этот прикол у вас, вот это, я не хочу работать, это у всех он есть, но различие между... Мужчина, вот этот момент, он с утра пи**ует на работу. Вы и так же должны делать. Все, это как школа. Я не хочу в школу, бать. Дала, идешь в школу. Вот так сработает. Давай пусть она выйдет и обсудим. А давай. Заходи к нам, выйди. Ты выйдешь? Да. Аккуратненько здесь, пожалуйста. Руку. Спасибо. Заходи. Поаплодируйте. У-у-у. Привет, представься, пожалуйста. Привет. И расскажи вот еще раз. Светлана. Да. Муж отказывается меня поддерживать. Да, материально. Ой, материально поддерживать. Да. Что это значит? Содержать. Давайте узнаем, что это значит. Это очень расплывчатая формировка. Что значит, да, содержать материально? То есть полностью... Он вообще ни за что, ничего? Нет. Ну, за что, ничего. Ну, просто я работаю. Вот. У тебя есть свои денежки, да? Свои заработки? Ну... Денежки. Как ребенка. Сейчас, давай, скажи. Что значит, он не спонсирует тебя, не содержит? Ну, у меня бизнес был. Он сейчас накрылся. Вот. И сейчас я пока, ну, не работаю. Денежки закончились. Так. Я говорю, а давай ты меня какое-то время будешь содержать. Так. Вот давать мне денежки. Вот. А я тебе за это... Ну, ты же умеешь сработать? Нет. Я просто... Ну, как будто должно быть. А я... Что? Не, ну так, конечно же. А я останусь твоей женой. А я пока подумаю, как я могу зарабатывать денежки еще. Ну, ладно. Подожди. Ой, ну нормально ты манипуляцию придумала. Ты как в «Секс в большом городе» хочешь досмотреть сериальчик? Посидеть, да? Вот это пару. Ну так, видишь. А мужчины, вот прикинь, сколько мужчин, которые такие... Не могут вот этот момент вот взять с себя. Перерыв. Не понимали? У тебя продолжает просто вот это на работе. Думай так вот. Может быть вот карбюраторами заняться. Это все это время вот он на работе. Нет, Артем, подожди. Он, если ее муж, он твой муж? Муж. А сколько лет вы в браке? Одиннадцать. Одиннадцать лет? У вас дети там что-то есть? Двое. Ни хрена себе. Да, нет. И он говорит, я тебя не собираюсь обеспечивать? Ну это беспредел, я считаю. Это не он убежал с балкона? Те надо... Смотри, тебе надо разводиться с ним, брать ребенка и на алтай к другому мужику. Он... Возьми видов оформить на вас. Трусы с носками возьми. Ладно. Слушай, ну а ты типа хорошо, может дедлайна вы обговаривали? А чем, давай так, чем ты занималась? Какой бизнес у тебя прогорел? Ну... Сядь дрочилин, если стыдно сказать, не говори. Да не, ну похрен, уже... Стыдно? Не, не стыдно, но косметику продавала. А, ну и что? А, это Эйвана? Ну... А где ты брала косметику? С тех пор ты не работаешь. Да. А где ты брала косметику? Ты заказывала, короче, где-то заказывала и это перепродавала. Как... Я не могу не думать, я не могу не думать, что это не ошейник. Извините, я просто... Мять может быть. Не-не, просто не могу не думать. Все, продолжайте. Блин, она очень волнует. Я не... Блядь, вы грязные, грязные. Я просто... Пацаны, не нападайте. Не нагнетайте. Вы не забывайте, что мы со зрителями... Сделай свои дыхательные практики. Давай, успокойся. Она очень волнуется и закрылась. А, ты переживаешь? Да, конечно. А мы просто... Ты смотри, если чё, мы не потому что... Типа, чё ты? Мы такие, типа, блин, да чё у тебя? Вот так давим на тебя. Да, да, да. Нам просто хочется узнать больше информации. Я не знаю, может, если я не права, может, объясните... Нет такого, что ты права или не права. Нет такого. Не-не, мужик должен обеспечить... Но я считаю, что твой мужчина 11 лет в браке, два ребенка... Да, вот это очень важные данные, что вы 11 лет в браке и у вас двое детей. Он должен тебя обеспечить. Это его... Ты для него как... Как... Брат. Младший братишка такой. Да, наверное, мужик. Который вы тогда поймёшь. АПЛОДИСМЕНТЫ Чё ты, братуха? Поэтому... Давай... Где твой... Он здесь, твой муж в зале? Нет. Твой муж... Нет, нет. А где он? А вот вы кто вот с ней? Вы кто? А вы... И чё, как её муж? Что за человек? Почему? За 11 лет? Да при чём здесь красивый? Что за человек такой? А, короче, вы подружки просто, да? А вы... Да, всё. А ты кто? Он... Всё, всё, всё. Она в безопасности. Я тебе так скажу. Да? Всё. Всё, да. Поговори с ним. Скажи, что за херня, блин. Почему ты... Ну, что за ересь вообще? Не, ну, смотрите. Может, ты его выдумала? Мы не решаем. Мы вот эту проблему сейчас не решаем. Кольца у неё нет, кстати. Опа. Подожди. Может, вы типа поругались? Или... Нет, нет. Да нет. Просто так получилось. Нет, не было кольца. В смысле? Подожди, я... Как ты замуж вышел? Он гражданский муж? Или... Нет, официально. Паспорт с собой? Паспорт с собой? Свечат на вопрос, где кольцо? Ну, не было кольца, не было. В смысле? Вы поженились, но не дал кольцо? Да, ну да. Не помолвочное, не второе? Да, когда были... Ну, не было денег на кольцо. Ну, и кольца нету. Ну... Прикольно. А ты вот тогда не поняла, что он пи... Что за жадина говядина солёный огурец? Нет, он не жадный. Попа уваляется, бля, никто его не ест. Как это... До конца серьёзно. Это... А свадьба где у вас была? Просто вы пока в маке сели, да, уже и там мать подошла, да, быстренько. А что мать звать-то уже деньги тратить? Давай по скайпу созвонимся. А чё, Каравай, Биг Тейстик, усните кто там больше? Ну, это ты оплатишь пока я. Ха-ха-ха. Нет, как кольца нету? Подожди, чё за х**а у вас там происходит? Он тебе... Ты ему чё дарила на 23 февраля? А ну, ничего. А он тебе на 8 марта что дарил? Военник. А он на 8 марта дарил? Нет, он дарит мне подарки. А, ну фу, ну не такой прям пи... Что дарил? А ты ему на 23 ничего не подарила? Ну вот часы и телефон. Нет, часы и телефон. Подожди, нормально уже. Давай, а то сейчас он посмотрит. Да, да, да. Я тебе работаю, дарю и всё, а тут Артёма Винокурова с жертвенной говязью с солёным бутоном. Ну как, типа, кольца нету, мы не купили. Для вас это не удивительно. Ну, я как бы не... Ну, просто, может, палец затёк, сняла. Нет, она говорит, вообще не было. Да и что? Что, давайте подарим. Что? Это ты, старик. Ну хорошо, а он где? Я вообще не понял, на х**а я так наношу. Нет. А ты думал, оно как-то работает? Вот так, ну иди, как без кольца. Ну и чё? Так на х**а мы носим тогда эти кольца. Да у неё вот... Она не носит... А ты вообще, твоя передача на х**а подсказывает. Рассылась тут. Если... Если нам нужно решение проблемы, можно просто это обсудить. Он работает, правильно? Да. В целом, деньги в доме есть. Да. Какие-никакие всегда есть. Ты просто уходишь с работы и х**а он сделает. Работает. Что он тебе, б**ть, поесть не даст или что? Нет, да, Стас. Ну всё, и х**ки. Скажи, хорошо? Не содержи. Приходи домой, ешь, пей, что хочешь делать. Ну реально, что он сделает? Эй, бабки... Наталья скажи, бабки на продукты нужны, давай сюда. Сколько надо? 300 тысяч, говори, надо. Надень. Ебать, что за огурцы куплю. И всё, и... Очень большой арбуз принесу домой. Ну смотрите, у меня есть, на самом деле, как решить можно. Можно решить вот так. Ээээ... Давай так. Выбери... Определи дедлайны. Скажи мужу, типа, давайте просто... Три... Дашь мне вот... Дай мне два месяца. Три месяца. Или два-три месяца. Эээ... И даёшь, типа... Дай мне два-три месяца. В итоге пять. И я выхожу на... Ну пойму, что, чем буду заниматься. Всё и так далее. Чтобы он, типа, о том... Он, наверное, думает... Она сейчас дома сядет. И это каждый день. Вот она будет просить деньги. И она не будет работать. Вот. Так скажи. И просто больше не работать никогда. Реально? Да, да, да. Да. Где два месяца, там и два года. Правильно? Там и вся жизнь. Вон мужик. Пускай деньги приносит. Живи. Я твоих детей ращу. Гандон. Вот так скажи. И всё. Ну можешь без вот этого. Я твоих детей ращу. Да, да. Ращу. Не, ну подожди. Возможно, он даёт на какие-то нужды там свои. Всё. Может, она там хочет сколько-то... Блин, ну это частая, кстати, проблема, что девушкам в отношении как... Я тут просто, чтобы уважение к мужу всё-таки соблюдалось. Вот. Мы его обсуждаем. Мы не знаем какая-то там конкретная ситуация. Может, он... У меня хороший муж. Ну он, типа, он даёт... Хороший муж? Да. Не работай, и всё, он поймёт. Он хороший муж. Спасибо. Не, ну он хочет, чтобы она работала. Работай, если он хочет. Сами разберитесь, ваша семья на... Спасибо большое, что пришла. Поаплодируйте. Привет всем, я Тима. Привет. Привет. Кто? Вуууу Вон, Тима. А, А. Короче, вопрос такой.. Как мне избежать ярлыки, типа, я одеваюсь модно, мне говорят, ты гей-поппер, я пытаюсь шутить, мне говорят, ты Нурлан Савуров, я одеваюсь обычно, мне говорят, ты курьер, братан, но генералин меня всегда... Брат, не пытайся стать, как они хотят, стань собой, ты как хочешь, не подстраивайся, будешь подстраиваться, каждый раз будешь, вот, курьер Нурлан Савуров. Доставка шуток. Да. Нет, это не проблема, твоя проблема, что ты всем угодить пытаешься, как тебе хочется, кей-поп это вообще что такое? Там какие-то мультики? Стопа, это корейские вот эти приколы, нет? После Катапсаб, Арнольд и кей-поп. Слушай, ну так не, слушай, Артем прав абсолютно, вешают ярлыки, просто не обращая внимания, будь, ну, типа, реально... Это по этому движению я понял сразу. Вот по вот этому, да? Ну, собственно, я занимаюсь музыкой. Он как будто рэп зачитывает всегда. Я занимаюсь музыкой, а внутри скриптанец. Да никто так не говорит, ни пи***ть. Себя не... Я не могу это... А сними кепку, сними кепку. Хорош, хорош. Ты уже, ты уже рядом со мной, чувак. Это школа Артема Винокурова. Попробуй, попробуй. Ну, я уже не знаю. Во, Нурик. Во, скриптанец. Нурлан. Слушай, мы начинали заниматься стендапом, когда только Тимур Каргинов был комик. Меня назвали. И что? Посмотри, мне тоже говорят, а как Тимур Каргинов. Уже я лысый был тогда. Я с фамилией Винокур этим занимаюсь. Давай. Меня зовут Марк. У меня такая проблема. Мне ничего не надо рекламировать. У меня реально проблема для решал. Короче, мы с ребятами организовываем вечеринки. Девочки, организуйте им, помогите там. А дайте досказать. Ну, подожди. Позвали диджеев уже. Маркет сделали, длинтаж. Так. Все готово. Все готово, так. Но нету площадки. Негде найти, да? Да, нам тупо не отвечают. А сколько у вас человек? В команде? Нет, сколько человек тусовка будет? Ну, где-то от 400 до 800. Ниху себе, это что вы там собрали? Что за сбор рыболовов? Как 400? А как это 400 вы решили собрать? Вы до этого этим занимались? Да, конечно. А где вы помещение брали? У нас есть ребята, которые организовываются. Нет, окей, окей. Вы раньше делали. Где вы помещение брали? В этой промоке. Да. В этой промокруппе еще не было. Какой группе? Вы делали большую вечеринку когда-нибудь в жизни? Пока не делали большие марки. Да, и где они проходили? Проходили. В поле? В поле. 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 Как легко нас отлить. В поле. В поле. В поле. Ну, брат, ну ты, это что нам, ну что, вот найти помещение? Пошлите Артема туда. Ну что, ну это за проблема, мы не можем, ну ты же знаешь, как мы можем. Да поездите по заведениям, зачем вы звоните им? Ну я хочу, чтобы вы это сделали и заплатили. Поездите, вот, зачем ты здесь сидишь два часа, сколько можно было объездить в заведение? Ну они не отвечают. А, тогда не будет вечеринки. Да, пацаны, если вы хотите что-то делать, в своей мечте идти, нужно брать эту мечту за яйца, вырывать нахуй и есть. Да, если вас остановит вот это, если вас остановит, чтобы не так, по-моему нет. Не, ну блин, пацаны, ну надо найти, прийти туда. А что ты сел, подожди, что ты хотел, обиделся, да, ты или что? Не, не обижайся. Или ты посадил его? А что, в чем проблема, братан? Хочешь, скажи организаторам напрямую, возьмите трубку. Скажи, вот, камеру, подойди, вот, мы тебе можем сказать, вот, вот, ту камеру, скажи что-нибудь. Скажи, чтобы взяли. Вы же в октябре хотите сделать? Да. Скажи ему вообще. Ебатья, заутрировал, он еще и попал. Октябрь, Яузер, Бланк, Суперметалл, пожалуйста, ответьте, я каждому из вас написал. А ты куда написал, куда написал? Промо-группа Митин. Куда ты написал? О, ответьте им, Октябрь, Бланк. А где, где написал? В телегу, каждому номер нашел, написал каждому телегу. Кому-то набрал, не берут трубку. Все, ответим. Потому что им аудио записываешь, что в смысле, брат, мы там хотим вечеринку. Все, красавчик, садись, братан, ты сказал, молодец. Вау, поаплодируйте им, поаплодируйте. Василий, очень приятно. Я работал в новосибирской компании, сюда меня компания командирку перевезла, и постепенно стал здесь работать, в Новосибирске. То есть сейчас планируют перевозить свою семью, но дочь упирается, ей 14 лет, не хочет вообще, как бы... Оттуда, да и мы. Барень какой-то проявляет, ну... Где в новосибирске? На гелике за ней приезжает. Ну, ты... А ну, понятно, что в школе, да. Перевези его тоже с вами. Да, я не сделал, но главное, что, блин... Ей 14, она, в нем нет мнения. Нет, она в любом случае переедет, и хуя же ей 14 лет. Блин, круто, что есть отцы, которых это парит, на самом деле. Давайте им поаплодируем, потому что я... Может, выделим заканчиваем. Я вообще даже не знаю, это кого-то вообще волновало. Давай, может, выйдешь, расскажешь. Давай, попробуем. Последний гость на сегодня. Блин. Так, Василий, значит, вы переезжаете в Москву. Дочь, вы из Новосибирска сейчас переезжаете все в Москву, всей семьей. Ну, вся семья у меня там, да. Ну да, ну сейчас ты их перевезешь, и 14-летняя дочка упирается. В этом проблема, что мы все хотим, чтобы сразу... Ну, в этом году переехали, уже в сентябре учились здесь. Но дочь не хочет... Упирается сильно, да. Что надо закончить там школу, там, друзья у нее и все прочее. Блин, да. И с этим все сложно. Вот я ее хочу привезти в июле сюда, чтобы она посмотрела. Может быть, все-таки смогу убедить ее. Слушай, это точно... Я не знаю, чем ее завлечь, куда сводить ее. Кто кумир у дочери, кого она слушает, там, может быть, смотрит. Ну, есть у нее какой-то там... Я люблю, там, шастуна, там, не знаю, что там. Музыку не знаю, какую она слушает. Она постоянно в наушниках, а так... Она рисует очень много. Вот так подойти? Рисует? Да. А что рисует? Какой стиль? Кресты. Я не понимаю. Аниме какое-то, наверное, да. Вскрещенный лилии. У нее свой стиль. О, давайте ее в Москве с Наруто познакомь. Так ты скажи, знаешь, что здесь понравится? Здесь всякие аниме, фестивали проходят. Здесь бесконечное число нефоров. Здесь круче, чем в Новосибирске в тысячу раз. Да, здесь бесконечное число. Соревнования среди Непора проводить. Мне здесь больше понравится, намного. Просто надо как-то ее... Она же все равно ребенок, типа, да, как... На самом деле, извините, что перебил. Есть такой момент, я, типа... Понятно, что она в любом случае переедет. Но надо принять, что... Это не так сильно... Ну, это травмирует, возможно, не так, как ты переживаешь. Потому что я четыре раза менял школу. И каждый раз очень не хотел. И это было все в первые четыре класса. Я четыре школы поменял в разных городах, в разных странах. И в итоге вот я здесь... А я в трех школах был, да. Вот тут, видишь, проблема в том, что это переходный возраст. А, да, у меня... Как вот ты говорил, что психологи и все прочее, все сложно очень. О, да? Ты сходил на мой концерт? Или ты просто... Вот ты в начале говорил просто... У тебя в начале здесь концерт был. А после твоего концерта психолог нужен? Да, да, да. Не, короче, я думаю, что она просто справится. Вот здесь, в Москве, даже если нужен будет психолог, он здесь точно лучше будет, чем в Новосибирске. Уже хорошо. Мне кажется, не будет проблем. Что мы решаем? Переезжая вообще, не парься. Блин, прикиньте, насколько она вообще даже не понимает, что, ну, сюда надо, в Москву. Она просто там как будто парня... Она знает, что здесь тепло? И здесь, да, будете же круто. Давайте про дочку побольше узнаем. Про дочку, я имею в виду, и увлечения, и интересы. Блин, ну папа, откуда это знает? Да, это надо маме звонить. Это надо даже ей звонить. Да. А в Новосибирске сейчас уже вообще там ночью. Там уже 5 утра. Там уже утро. Смотри, вот такой совет, вот такой совет, вот такой совет. Узнай ее интересы и пообщайся с дочкой и скажи, вот в Москве вот это все есть то, что тебе интересно. И аниме, и макраме там, я не знаю, все есть здесь. Решалы! Не-не, смотрите. Круто, я согласен. Если что, у меня даже есть такой вариант, мы можем записать, хочешь, я видео? Типа, вот мы, вот я не знаю, или... Мне кажется, 40-летние нас даже знать не знают. Блин, да. Возможно, что мы не та аудитория... Не-не, я говорю, мы через Шостуна все-таки можем связаться. Может быть, может быть... Шостун нас выведет на нее. Если реально, узнай, давай мы просто контакты возьмем и... Ну, если узнаем, что она смотрит, у нас же связи есть в Москве, кого-то из ее кумиров попросит. С России, да, вот... Да, если она просто переедет, мы постараемся с этим человеком... Ты же ее хочешь привезти, показать... Да, 16-го июля она приедет сюда. Вот так сделаем, смотри. Ты там с редакторами нашими, они с тобой свяжутся. Примерно там даты вы подстроите, когда ты хочешь ее привезти. И в один из дней, один из дней экскурсии Москвы для нее, от нашего капитал-шоу «Решалы». Мы тоже ворвемся там. Может, с тиктокером каким-то познакомим, который... Хоть бы это был либо Шостун, либо Новоишек. Либо... Чтобы все рядом было, да? Либо мы вместе будем там все. Но если мы будем вдруг загрузив где-то в туре или еще что-то, то просто камера походит там. Устроим, ну устроим. Привет, я Даня, кто-то. А я вот это, тикток там. Ну просто, чтобы она такая, вау, блин, здесь реально... Короче, нужно мать подключить, а нам быстренько... Да, просто разузнай, что будет ее интереснее. Блин, ну и надо с ней поговорить на самом деле. В плане, что... А как вот она видит, как решение этой проблемы? Типа что, вы переезжаете, а она там одна в 14 лет остается? 14 лет на кое-что будет. Так же, ну ты должен ей обещать. Оставьте мне, говорит, квартиру, я здесь буду пока. Мне кажется, давай таким образом поступим. Поинтересуйся у своей дочки, какие у нее интересы. Когда вы будете в Москве, в один из дней мы что-то там снимем, где-то ее поводим, познакомим, что-то. Что? А ты откуда? Ты что, ты кто? Ты любовница его? Это был секрет. А вы познакомились здесь? Мы коллеги. А, вы коллеги. Я интересный интерьер. Очень приятно. Я интерьер. Я помещение. Так, ну что ж, нормально, мы как будто решили проблему. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Так. Там не лекарь подойдет. Йо, ребята, всем привет. Я в аэропорту. Решалы красавцы выполнили свое обещание. Билеты на кармане. Уже есть прогресс в межличностных отношениях с удачей. Я не в купальных трусах. Я вообще без них. Ладно, всем пиз. Все круто. Ну что, всем привет. Это Решалы. Это Василий. Василий, как вы помните, работает в Москве. Семья в Новосибирске. Он собирается их перевезти. И дочь Ксюша не очень хочет сюда. Поэтому мы решили Ксюше показать Москву, которая ей понравится. Ну, при всевоконный клуб, такого у нее еще не было. Я думаю, она будет в восторге. Да, в восторге. Уже в восторге? А, это все только начало. Шлем, пожалуйста, надевайте. Техника безопасности прежде всего. Отлично. Левую ногу в стремя. И садимся. Отлично. Василий нам скинул блогеров, которых смотрит Ксюша. Будет девочка-блогер. Ксюша об этом не знает. Еще плюс, немножечко желание переехать в Москву. Ну, что я, как-то не знаю. Это он был не стереть тебе. Да, не знаю. Ксюша, расскажи впечатления. Мне не понравилось. Привет. Он такой мягкий, в нем классные, незабываемые впечатления. В Новосибирске вы не ходили в такие, да? Нет. Когда? Вот видишь, как в Москве хорошо. Вижу. Круто. Счастливое детское лицо. Что еще нужно? Может, вы напомнили? Спасибо. Я, вы? Нет. Ну что, как тебе, малышатка? Пороче. Очень классно. Ты рада увидеть вживую? Я рада. Да, вы сейчас будете еще рисовать, как понимаете? Как тебе? Москва. Классно. Прямо с чистой грудью пишет. Кого хочешь нарисовать? Ну, не знаю. У меня есть свой персонаж. О, покажи мне. Который мы недавно референс нарисовала. Вот он. Дружба – это магия. Ваше оценочное суждение, как вам в сегодняшний день? Прекрасно. Еще лапки не снижаются. Чего не болеть будут? Страшно. Это устой. Придорю вам. Спасибо. Спасибо. Это дай вам. Спасибо. И вам спасибо. Приятно и классно. Ну что, Ксюша, теперь нам интересно твое мнение, как тебе такой день в Москве. Расскажи, какие впечатления. Прекрасный день. Улыбка. Еще не слазит. Просто вот так сразу все видно. Счастливо? Немножко появилось желание переехать? Да. Да? Все накатывается. Круто, круто. Решала, решили вопрос. По-моему, проблема решена. Василий, мы постарались как смогли. Спасибо тебе. И удачи. Помогите, переехать. Все, переехать. Класс. Не слайд, Сталочка. Она плачет. Все, все, все. О, счастливая моя. Все хорошо. Все решали.